всем доброе утро хотя сейчас еще до утра далеко сейчас только 5 часов утра я проснулась что-то мне не спится у пятого проснулась думаю ну сяду тогда кофе попью девочки посмотрела вода такая мутная хотя я ее через фильтр пропускаю потом кипячу и потом только пью посмотрите какая вода ужасная у нас кране то я не знаю что делать хотя вода которая отстоялась мне за ночь на вроде чуть чуть попрозрачнее но это вообще конечно же ведь и какая желтоватая вода вот стакан даже просто видно что белее чем вода и такую воду я еще налила это я вчера на ночь чайника перелила уже утром остывшую воду графин и она в графине тоже вот такая вот прозра не прозрачная а какая-то желтоватая не знаю как показать в общем какая-то не не прозрачная какая-то вода но она видно что и в чайнике тоже чайник у меня чистый так а что у нас но здесь тоже вот она какая-то вот но какая-то не такая не знаю не такая прозрачная как обычно это я воду наливала с крана вчера вечером вот вечером налила она за ночь отстоялась но она какая-то все равно мутная не знаю желтизной чуть-чуть что делать что делать с водой я не знаю новый фильтр и воду я уже не один раз наливала попробовать вылить заново все налить заново все скипятить неприятно пить воду такую я беру мне попить хочется и она уже желтая мне прям неприятно такую воду пить что такое почему почему такая в кранах вода у нас а безобразие разве это нормально это же не нормально я открыла окно ой как хорошо птички поют я смотрю луна тут висит у нас оказывается ну не совсем полная уже но довольно таки полная а это вообще-то тоже влияет как-то на бессонницу ну в общем поспала я мало не чувствую что я уже спать не хочу вот я люблю утром открыла окошко воздух свежий тишина птички поют и там где-то даже петухи у нас кричат у кого-то петушки есть 5 утра они уже начинают здорово как в деревне прям какое прекрасное утро что это за птичка только чирикает воробьи вот это что это за птичка кто знает кто не скажет так здорово утром вот это петух здорово утром слушать пение птиц так мое белье высохло уже уже можно его снимать ой свежий воздух какая прелесть прям не могу хоть в окошко вот высовывайся и души ну вот а сейчас уже 7 часов утра я вам уже видео смонтировала не сейчас займусь чем-нибудь девочки ну вот я заказик свой фаберлик разобрала пакетик и сейчас вам хочу показать что я заказала но первое что я заказала это вот дневной крем архитектор реноваж я таким уже пользовалась это 55 плюс и очень-очень хороший такой крем и еще ночной ночной у меня уже заканчивается дневной уже закончился я пользовалась другими но вот почему-то этот крем мне как-то больше всего нравится и поэтому я его заказала вновь таким вот тоже я пользовалась дневной крем у меня закончился ночной остался поэтому яда купила еще такой мы потом мне приходится еще ездить дочки что туда-сюда не мотать эти свои крема я что-то оставляю там а что-то здесь там пользуюсь и здесь вот такие ампультные концентраты я уже брала для возрастных полос взяла для окрашенных блондированных волос попробую вот это я еще не пробовала но вот такие концентраты я добавляю обычно в краску когда крашу волосы но можно просто добавить просто нанести на волосы и немножечко попитать волос в общем для волос хорошее средство ну из дополнительно взяла краску которой я обычно пользуюсь и уже многие из вас уже знают я беру липовый мед 10 0 это ботаника хорошая красочка и вот здесь у нее репейное масло масло крапивы и алоэ веры фитокератин в общем хороший такой идет такие добавочки питает волосы и мне очень-очень-очень нравится в общем такая краска она хорошо седину закрас закрашивает и держится на волосах долго но новый каталожик нужно будет его изучить посмотреть что-то новенького хорошенького есть так как сейчас очень сохнут руки потому что руки постоянно приходится мы то ли их обрабатывать приходится антисептиком они очень сохнут поэтому я взяла крем для рук но я взяла разные такие крема это идет надежная защита масло жжоба воск пчелиный потом идет такое питание и смягчение масло макадамия витамин е здесь составе и вот такое интенсивное восстановление масло ши д пантенол масло облепихи есть составе в общем взяла разные буду пробовать разными пользоваться еще я взяла на пробу вот такой вот шампунь и бальзам 2 в 1 вообще бальзам и шампунь я брала отдельно тоже ботаника мне очень нравится хорошо размыливается распенивается смывается волосы шелковые становятся и поэтому я взяла сейчас восстановление и защита но взяла попробовать два в одном в одном флаконе дальше так как приходится сейчас обрабатывать много продуктов с магазина приносим начинаю я все сразу уже перемывать поэтому я взяла вот такое средство для мытья посуды и детских принадлежностей это идет без запаха средство такое которое ну вообще я думаю безвредное такое без одушки без ничего дерматологически протестированы без красителей но вот мы им пользуемся с дочкой у нее такой стоит моем посуду и в общем мне нравится я взяла для себя ну и вот такое средство я еще взяла для мытья полов вообще универсальное средство и добавляя его мытью полов она мне нравится и и я уже пользовалась взяла повторно такое средство в общем принципе особо нового ничего не взяла но взяла все очень нужное все очень важное вот таким вот буду пользоваться всем ну что я опубликовала видео вот сижу и думаю чем же мне сейчас заняться чтобы я не придумала мне на все нужна горячая вода что делать как быть ждать терпение конечно должно быть просто я не знаю железным но мне не терпится все-таки взять и позвонить в живу мне не могу просто я хочу узнать движутся как-то наши дела или нет что так занято может они решили вообще там трубку положить на стол чтобы их не беспокоили по поводу воды а буду дозваниваться все равно хочу знать приехал этот человек который будет бойлер чистить или не приехал что он собирается сегодня делать так ладно надо будет позвонить чуть попозже не берут они трубку пока занято у них пока что почему-то так ну что сходить в магазин купить продукты это нужно их будет перемывать кое-что из продуктов можно купить мне кое-что нужно кое что и заодно можно прихватить но пока что не горит вот получается что в магазин сходить продукты принести продукты нужно перемывать все да это нужна горячая вода сейчас что-то надо покушать приготовить нужно опять ковыряться в ледяной воде. Опять нужна вода. Это ужасно. Это просто у меня уже, честно, ни на что терпения нет. Я откладываю, откладываю. То-то отложила, то-то отложила. И, в общем, вот просто сейчас ничего не остаётся делать, как просто, не знаю, лечь в телевизор смотреть. Но всё равно нужно кушать, готовить по-любому, да. И вот я сейчас думаю, либо мне нужно что-то разморозить, либо пойти купить курочку я хотела незамороженную. И тогда бы мне не нужно было бы размораживать мясо. мясо. Мясо есть у меня. В принципе, есть. Так, ладно, ещё одна попытка позвонить. И тогда, если я не дозвонюсь, значит, тогда что-то буду придумывать, что-то буду делать другое. Или греть воду, как обычно. Нет. Не могу дозвониться. В общем, дозвониться я сейчас не могу. У них почему-то всё время сейчас занято. или они трубку сняли просто, чтобы не могли звонить. Ну, ладно, подождём. Позвоню тогда попозже. Ну что, ещё одна попытка позвонить. Здравствуйте, девушка. Это я по поводу горячей воды. Это дом. У нас есть кулцентр 285. Подождите, подождите, подождите. Подождите, я по поводу бойлера, который должны были сегодня нам почистить. Пожалуйста, узнавайте, звоните мастеру вашему. Зачем вы звоните секретарю? Дайте мне номер мастера вашего. 269-373. Либо звоните 285-02-09 в кулцентр. И узнавайте. Они сказали вам звонить. Я секретарь. Ну, подождите, вы... Я не знаю, что делают у нас мастера. Я секретарь руководителя. Я вчера... Вы согласны 269-373. Мастер ваш, Марина Николаевна. Мы три недели без горячей воды. Можут вам сегодня очистить больно? Ну так... Но мы или будут, значит будут. Вы знаете, терпения просто уже нету. Ещё раз скажите мастеру. Я вчера звонила к вам, вы у мастера там узнавали. Не знаю, вы были... Сейчас нету никого на местах. Мастера... Мастера не ходят у нас постоянно. Хорошо. Я хочу просто уточнить, будет он сегодня очистить? Будет вам сегодня очистить больно. Он уже приехал, этот мужчина, да? Не понятен. Я же не нахожусь у вас на доме. Он к вам не приедет. Он приедет к вам. Вы идите, посмотрите. Во время... Вы не знаете, когда вы примерно... Нет, ну я не знаю. Хорошо. Номер мастера... Номер мастера мне скажите. Я не скажу вам, что это вы делаете мастера. Это я лично делаю. Если он вам сам стоит в городе выдаст, он даст. Если нет, то это... Ну, для того, чтобы он мне дал, мне нужно с ним встретиться. Приходите к 8 утра встречать. Вот на карантине. Сейчас мы на карантине. Так же, как и вы все. Хорошо. Ну, вы давайте не нервничайте, потому что мы тоже тут все нервничаем. Без горячей воды очень тяжело, вы понимаете. Ледяной водой. Ждите. Сегодня сказали, буду чистить. Хорошо. Вообще, конечно, железное терпение нужно иметь, чтобы разговаривать с ними. Там вот некоторые люди нормально, любезно разговаривают. Вчера, по крайней мере, женщина беседовала нормально, спокойно. Она, видно, там за телефоном сидела, потому что я голос ее слышала, что она там сказала, любезно разговаривайте. Вот. Но девушка мне нахамила. послала меня в колл-центр. Я говорю, что мне в колл-центр посылайте, когда там в курсе, что нам бойлер надо чистить. Ну, вам сказали, что сегодня почистят, значит, почистят. Все, вот так. В общем, чуть ли не послала меня. Хамка. Ну, вот как. Вот с такими хамами, да. Честно говоря, она вот сейчас сидит, она знает, что они там закрыты, за закрытыми дверями. Карантин. Не достать. А так вот просто, если бы сейчас там двери были бы открыты, вот, честно говоря, прям хотелось бы пойти и посмотреть ей в глаза, как вот так вот сидеть, вот там хамить людям, которые сидят три недели без горячей воды. Это же просто не знаю, что такое. Безобразие какое-то, да. Ну, ладно. Я так поняла, что там бесполезный разговор. Сегодня, по крайней мере, звонить туда уже бесполезно. Вот если они сегодня не сделают воду, тогда уже завтра буду опять звонить, буду опять возмущаться. А что делать? Вот. Ну, а во сколько придет, неизвестно. С мастером увидеться неизвестно. Номер мастера не дают. Поэтому единственный вариант это только спуститься туда, где бойлер у нас находится и посмотреть, есть ли там кто-нибудь вообще. Воду горячую дали. Ура! Вот водичка горячая пошла. И холодная идет хорошо. Горячая, прям горячая идет. Прекрасно. Я прямо счастлива, рада на 10 миле. Ну что, мои хорошие, хочу подвести итоги, в общем-то, прошедшего дня. В магазин я не пошла, потому что, ну, знаете, мне, во-первых, нахамили по телефону. Я что-то испортили настроение, скажу так. Вот. Я подумала, думаю, вот это вот идти, потом все это перемывать, опять возиться в холодной воде. Думаю, подожду я. Все-таки подожду вечером. Думаю, у меня так в холодильнике есть там кое-какие продукты. Я, в общем-то, достала мясо, я сварила супчик. Покушала супчик, легла и уснула, потому что рано очень проснулась. Вот. И потом поспала, чуть-чуть проснулась, думаю, да не пойду я никуда. Что мне, в общем-то, выходить? Подожду, может быть, действительно горячую воду дадут. И, в самом деле, пол шестого вечера горячая вода пошла, и холодная пошла хорошо. Ну, видно, там все почистили, все сделали. Вот. Ну, осадочек, конечно, остался неприятненький после этого разговора. Я, честно говоря, просмотрела этот кусочек, я хотела вырезать его, в видео его не вставлять. А потом думаю, а что я буду вырезать? Посмотрите, как вот иногда разговаривают коммунальщики вообще с людьми, при том, что она мне даже не дала рта раскрыть, она только взяла трубку и, в общем, начала меня, можно сказать, посылать куда подальше, да? Не хорошо, поэтому вот коммунальщики, конечно, и нарываются на грубость, на хамство. Но вообще там люди должны работать стрессоустойчивые, потому что работать коммунальщиком, я бы, например, не пошла бы, я бы не смогла. Вот. Ну, видно, ее достали. Ну, видите, значит, я не одна там звонила и доставала, что уже у них нервов не хватает и уже просто берут трубку и сразу начинают посылать, не выслушав даже. Вот. Ну, в общем, для меня важен результат. Главное, что воду все-таки сделали, вода пошла. И, в общем, я очень рада, довольна. На этом я хочу коммунальную тему закрыть. Видео это я хочу тоже закончить. Кстати, показала я вам Фаберлик в заказе свой. Там несколько кремов для рук. Я уже попользовалась одним, другим, третьим. В общем, крема все хорошие, они очень нужны, но так как приходится часто, в общем, я так раньше никогда часто руки не мазала кремом, они быстро будут заканчиваться, поэтому я заказала сразу их несколько и разные для того, чтобы заодно ей протестировать и понять, какой мне лично больше нравится, какой мне лично больше подходит. Ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу. Кому Фаберлик понравился, заходите, заказывайте. Что касается моей температуры, я померила температуру и вот она у меня вечером 37. Вот утром нормальная температура, а вечером 37. Я, честно говоря, не знаю, что и думать. В общем, таких явных признаков как бы простуды особо нет, но что-то, что-то, вот какие-то ощущения, где-то немножечко там то горло там чуть-чуть там попершит, ну как, вот эти как воспаления приятные. Ну ладно, будем наблюдать. Я не знаю, что это. Меня это настораживает, неприятно как-то, но что делать. В общем, остается только ждать. Столько терпения нужно, и все время приходится чего-то ждать. Что будет дальше? Будет лучше или будет хуже? В общем, только вот и жду. Вот только и делаю, что и жду. Представляете? В общем, я решила оставить этот телефонный разговор, вот полностью, как он есть, чтобы вы послушали. я, честно говоря, даже вот с трубкой уже когда начала вот это вот хамить, я просто поднялась, и я забыла, что я не выключила камеру, потому что я уже собиралась разговаривать как вообще не для камеры, честно говоря. Думала, что вырежу этот разговор, но потом решила все-таки его не вырезать, оставить для вас. Посмотрите. Ну вот и все, мои хорошие. Коммунальную тему закрываем и уже новое видео у меня будет уже другие темы для разговора. Поэтому это видео я заканчиваю. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok